Девушки отдыхают 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 Диего, почему ты меня так ненавидишь? Я не испытываю к вене ненависти, я просто считаю, что ты не готова стать главной. Мой отец капитан, он никогда не принимал необдуманных решений. Он ничего не замечает, если это связано с тобой. Но все равно, Диего как-то настроен против нас. Где ты хочешь идти? Давайте сейдем. Это прекрасный день для прогулки на этом великом лепном постре. Я составлю тебе компанию в поисках подсказок. Я уверена, что это не столь необходимость, сеньор Бриско. Звучит просто прекрасно, и я не могу тебе позволить веселиться в одиночку. На острове может быть опасно. Тогда я могу надеяться, что ты защитишь меня от них. Пойдем. Так, Бриско решил составить нам компанию. Давайте сохранимся. Что у нас по заданиям? Так, члены экипажа у нас так не найдены полностью. Нужна сережка. Вот. Грустные воспоминания должны найти спасать помощь папе. Тоже неизвестно, как что это сделать. Так, про Бобби мы еще ничего не слышали. Дядя Эдуарда покинул остров Краба с невысоким подозрительным капитаном. Так, мне стоит вернуть долг отцу. Бриско хочет, чтобы мы нашли легендарную черепаху. Так. Ну, не знаю, не знаю. Сеньор Бриско? Да. Ничего нам нет, скажите. Прелестное дело. Тоже никаких действий. Давайте отправимся. Санчо. Санчо Манчо. Санчо нравится встречать пребывающие корабли. Она ищет мужа, но с ее лицом и молоко может скиснуть. У нее было не больше шансов, чем у мышки на собрании кошек. Ну что ж, она так... Про нее... Санчо. Санчо. Моргана, как приятно видеть тебя с таким красивым мужчиной рядом с тобой. Это мой клиент, Сеньор Бриско. Какая приятная встреча, Сеньор. Вас не интересует перспектива жениться? Хотя, конечно, я очень рад нашему знакомству. У меня уже есть красавица жена. Я должна сказать, что это самый любезный отказ, который я когда-либо получала. Так, мы ищем золотую черепаху. Ты знаешь что-нибудь о ней? Должны ли мы быть столь очевидны в наших запросах? Ты не узнаешь, если не будешь расспрашивать людей, но я ничего не знаю. Я слышала слухи год назад, но не обратила внимания. Я не сплетница, знаете ли. Как она позволила себе солгать? Что это было? Я сказала, что чуть не проглотила муху. Может, возможно, она что-то знает, раз так Моргана про нее сказанула. Ты знаешь что-нибудь о Баклбаре Таннере? Он был здесь губернатором года назад, прежде чем нынешний губернатор получил власть. А у Стреля не много людей, которые могут его вспомнить. Так. Значит, нам надо отправиться к губернатору и расспросить о Таннере. Он по-любому знает, что-то. Санчо, есть мой. Понятно. Санчо, все. Пристань. Там у нас близко. Это же ничего не скажет нам. Городские ворота. Так. Куда направимся? Давайте сходим на пристань. Этой части доков не было, когда я приезжал сюда ребенком. Может быть, я посещу доки пустого острова в другой раз. А, да? Ну, тогда идем к городским воротам. Это невероятно чарующее местечко. Очень тихое. Никогда не слышала, чтобы его так называли. Я подожду здесь и полюбуюсь видом. Ты ведь можешь бегать по округе сама, да? Почему вы... Отлично. Увидимся позже, надеюсь. Конечно, сеньор. К тому же я не хочу вставать на вашем пути. Что? Вот и... Вся компания, которую он нам составил. Так. Сохранимся. Ну что, потихонечку начинаем исследовать, что у нас здесь есть цветы. Эти цветки издают крепкий, неприятный запах. У нас нет такого цветка на острове Изобилия. Так. Брать она их не собирается, да? Дверь дома. Дерево. Кто-то вырезал сердце на стволе. Как это одновременно романтично и по-детски. Выкорачивание деревьев не поможет поискам. Окей. Здесь ничего необычного. Дерево должно быть вышел. Трактир. Ну, первым делом, наверное, надо идти в трактир, да? Все новости находятся в трактире. А, закрыто. Ничего себе. Заперто. Окей. Идем дальше. Прилавок Санчи. Городские ворота. На прилавке прекрасный выбор украшений. Хм. Хороший выбор товаров на прилавке. Украшений? Интересно. Может, у нее есть серега, которая нам нужна? Ха. Так, лестница. Лестница всегда полезна. Слишком тяжелая, чтобы таскать с собой. Никого у нас здесь нет. Понятно, никого у нас здесь нет. Банк. Это банк Сеньора Гузмана. Человек, чья скупость легендарна во всех Карибах. Гузмана. Чуть ли не Гусмана, блин. И все, да? Я не верю, что хочу внутрь. Гузман больше вор, чем большинство пиратов. Окей. Получается, здесь тоже ничего. Идем дальше. Нижняя городская площадь. Ратуша. Так, ратуша. В ратуши, получается, губернатор должен жить, да? Тележка. Прилавок перси какого-то. И звонок. Сохраняемся. Так, что у нас за тележка? Тачки липкий цемент. Я не засунусь туда, я не засунусь туда руку. Она может засыть с моими руками внутри, когда у меня на себя станет цементный аксессуар. Конструкция какая-то. Я действительно похожа на строителя? Интересно, какой магазин они здесь строят? С моей дачи, скорее всего, оружейный. Так, губернаторский сад еще есть. Губернаторский особняк. Ворота заперты. Понятно. Так. Попали мы в ратушу. Статуя такая вообще. Это статуя Милы. Женщины, прославившиеся в армрестлинге. Дважды. С радостью пожму ей руку. Подождите. Неизвестный персонаж. Связка ключей. Я никогда не видела столько ключей в одном месте. Кстати, может... Нам расскажут здесь про ключи. Это мои ключи, пожалуйста, оставьте их в покое. Похоже на гибрид между Пегасом и маленьким пони. Тот, кто достаточно глуп, чтобы командовать статуей, может оставить ее себе. Это карта острова. Экзотический сундук. Этот сундук выглядит сделанным из редкого экзотического дерева. Сундук заперт. Подойдет ключик. Пожалуйста, оставьте сундук в покое. Окей, давайте поговорим с женщиной. Никогда не видела такого чопорного человека. Мне кажется, она перестаралась со стиркой и перекрахмалила панталоны. Здравствуйте, меня зовут Маргана Кастильо. Вы мисс Браун? Правильно. Я персональный помощник губернатора. У меня есть один его... У меня есть один. Его называют третьим помощником. Что один? Понимаете, вам нельзя увидеться с губернатором без записи. Я не хочу увидеть губернатора. Я хочу поговорить с вами. Как долго вы здесь работаете? Я живу здесь дольше губернатора. Он был так неорганизован, когда приехал. Кстати, раз она говорит дольше губернатора, значит она знает. Таннера. Скоро я привела его в форму и упорядочила его жизнь. Вы знали Бакалбара Таннера? Конечно. Он был губернатором, когда я здесь появилась. Вот он настоящий мужчина. Он был хорошим губернатором. Отличным губернатором. Но его жилки и следователи скоро над ним возобладали. Он был поглощен собиранием необычных сувениров, камней, ракушек или странных предметов. В бутылках. Все время приходилось проводить их в порядок. И все? Странно. Так, может про карту скажут что-нибудь? Вы когда-нибудь ее видели? Думаю, ее сделал Бакалбар Таннер. Наверное, он сделал это после отъезда с острова. Он всегда просил меня следить за его вещами. Возможно, это секретная карта. Тогда будет бесполезно меня о ней спрашивать. Так, про ключик, может, расскажу. Нет? Вы когда-нибудь видели что-нибудь подобное? Боже мой, губернатор Таннер дал мне что-то похожее, когда ушел. Могу я взглянуть, пожалуйста? Конечно. Я хранил его с тех пор, как он мне его дал. О, отлично. Слава богам, что я так последовательна, иначе бы он пропал годы назад. Как глупо с моей стороны. Сундук закрыт. Как и должно быть. Пипец, столько ключей. Как тут запомнить вообще? О, небеса. Ключ из сундука пропал. Как это вообще возможно? Кто-то проник в мою дотошную организованность. Я помогу вам найти ключ. Я его не теряла. Здесь кто-то был. Я не забываю про свои обязанности, знаете ли. Она может и просто положила его там, не знаю, куда-нибудь и забыла. Что-то такое бывает. Может, она на видном месте лежит. Успокойтесь, мисс Браун. Вздохните поглубже. Никто вас ни в чем не обвиняет. Я должна найти этот ключ для нее. Ключ должен быть здесь, но я не знаю, как он выглядит. Сундук заперт. Этот сундук выглядит сделан из редкого экзотичка. Блин. Не знаю, как он выглядит, говорит. Спросить у меня. А, во. Вы брали с собой ключ, к примеру, когда пошли домой? Нет, я никогда не забираю ключи домой. Кто мог его забрать? Ой, я не знаю. Мне трудно собраться с мыслями. Есть еще что-то важное в сундуке? Нет, ничего ценного. Просто сломанный диск. Ключ должен быть в этой комнате. Это единственное объяснение. Блин. Понятно, что он здесь. А как? Я никогда не видела столько ключей в одном месте. Ключ должен быть здесь, но я не знаю, как он выглядит. Не знаю, как он выглядит. Блин. Слышь не подходит. Я поищу в комнате ключей для сундука. Подождите секундочку. У этого сундука необычная скважина. Почему я раньше этого не заметила? О, вот так, да? Теперь, может, подойдет. Мне нужен ключ для необычной скважины. О. Так, потерянный ключ. Откройте как можно больше замков до истечения времени. Выберите ключ мышкой и удерживайте левую клавишу. Потяните его на замок. Отпустите мышку для подтверждения. Комбинации. Каждая ошибка отбирает жизнь. Игра окончится после истечения времени или после третьей ошибки. Ха. Давайте попробуем. Так. Так. Угу. Да. Так. И-и-и-и-и-и. Вот это, что ли? Отлично. Крючок. 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 Нет. Крючок. Крестик. Так. Вот это похоже. И вот это, наверное. Угу. Снова крючок. Кривая загогулина. Перевернутая буква Г. Где ты? А-а-а. Так. Наверное, вот так. И-и-и-и. Вот так. Потерянный ключ. Вы выиграли. Проще простого. Я знала, что он здесь. Что? Вы нашли ключ? Он в этой связке ключей. Ох. Как глупо с моей стороны. Наверное, это давление. Моя работа ведь такая. Так важна. Проще парень на репе, как говорится. О, это правильный ключ. Спасибо, Маргана. О, нет. Ну что опять? Что случилось? Часть диска, которую мы обсуждали, не здесь. Кто-то ее украл. Ох, это чересчур. Жесть она переживает, конечно. Нормально так очухалась. Кто-то украл у меня сломанный диск. Что мне делать, если губернадор узнает? Почему это могло стать проблемой? Позорно не содержать офис в безопасности. Можете помочь найти преступника. Ладно. Но я соглашусь на это, если диск остается у меня. Конечно. Диск менее важен, чем тот, кто сделан. Окей. Теперь мы в качестве детектива будем. Конечно, она... Пощущенная была, смачная. Так. Окей. Сохраняемся. Давайте искать, что ли. Бора. Так, здесь мы еще не все, да? Сделали. Прилавок перси. Кажется, лапка закрыта, но можно позвонить звонок. Я позвоню хозяину. Че? О, нет, звонок сломался. Теперь я не смогу вызвать хозяина. Я должна починить звонок. Нормально так. Куда он в тележку улетел? Я не засунула на руки. Мне нужно достать язычок. По-другому. И как по-другому? У нас ничего нет такого. Даже карта есть. Окей, окей. Ладно, ладно, понятно. Идем. Расспрашивать. Искать вора. О. Санчо здесь. Кстати. Может, у нее есть сережка. Давайте. Привет, Санчо. Привет, Моргана. Замена, цемент, лестница. Мисс Браун болела пару недель назад. Ты знаешь, что ее заменял? Я даже не знала, что она болела. И ты имеешь репутацию с изнайки? Возможно, мои навыки ухудшаются. Так, цемент. Кое-что упало в бочку с цементом. У тебя есть что-нибудь, с чем это достать? Да, есть одна вещь. Маленькая сеточка. Она твоя. Всего за дублон. Вот дублон. Да, у нас же шесть дублонов. Мы еще торчим. Пять, по-моему, отцу. Так, что-то взяли. Отлично. Почему эта лестница там? Перед этим Натаниэль протирал часы. Должно быть, он забыл ее вернуть. А про сережку ничего, да? Я не могу просто взять жюлери. Здравствуйте, Сан. Здравствуйте, Моргей. Окей. У нас есть сачок. Возвращаемся обратно. Так. Я достала язычок. Но сетку не восстановить. Мне нужно немедленно смыть цемент, или он застынет и звонок не будет звучать звонко. Ну, если логически подумать, то в воде. Как раз вода здесь. Идеальная чистота. Теперь можно язычок. Это бесполезно. Мне нужно что-то типа булавки, чтобы закрепить язычок на месте. Булавка. Булавка у нас есть. Это позволит починить звонок. Наконец я смогу позвонить. Отлично. Надеюсь, что он выдержит после ремонта. О. Коротышка какой-то идет. Иду, иду. Это этот. Перси, да? Зовут его. Походняк такой вальяжный стал сразу. Перед красивой дамой-то. Перси как будто всегда тут был. Ему не менее с 35. Привет, Перси. Здравствуйте, мисс. Ты не знаешь, что заменил миссис Браун, когда она была больна? Конечно, это сделал я. Это самоуверенная высокомерная корова, естественно, не оценила этого. Я всего лишь переставил парочку ее вещей, а ты подумала, что у нас стал конец света. Но она не знает, что ты заменял ее. Губернатор никогда не говорил ей, слава богу. Но он говорил о ее реакции. Ты знаешь, что-нибудь о сломанном диске? Миссис Браун сказала, что он пропал. Та старая вещь. Я думал, что это какой-то хлам, и забрал его с собой. Я включил его в мозаику, которую я создаю в губернаторском саду. Сломанный диск не мусор. Он настолько важен, что я собираюсь его вернуть. Тогда ты можешь сходить в сад, если успеешь, цемент еще не засохнет. Спасибо. Я не хочу неприятностей с губернатором. О, отлично. Теперь мы знаем, где вторая часть диска. Ты знаешь что-нибудь про золотую черепаху? Я знал человека, называвшегося Саннер, который утверждал, что нашел одну вещь. Совершенно сумасшедший. Почему ты думаешь, что он сошел с ума? Разумеется, любой, кто утверждает, что он нашел золотую черепаху, сумасшедший. Никто не верит, да? По существованию золотой черепахи. Ну и нам это предстоит выяснить, правда ли это. Окей. Так. Сад. Там дверь открылась, да, получается? Губернаторский сад. Ну вот она, вторая половина. Это колонна с мозаикой портит всю красоту сада. Она так уродлива. Часть диска здесь закреплена с другими частями мозаики. Я не могу забрать сломанный диск, и смен застыл. Но началось. Мне надо найти какие-нибудь инструменты, чтобы извлечь его. Началось инструмент. У нас ничего инструментов нет. Пистолет может поможет. Нет. Это тоже нет. В принципе, все. Спичками поджечь. Сжечь мозаику. Цветы. Нифига себе, такой огромный цветок. Я должна признать, здесь, безусловно, самые красивые цветы, которые я когда-нибудь когда-либо видела. Я бы срезала его и заложила за ухо. Но, может, в другой раз. Нифига себе, за ухо бы заложила этот цветок больше ее. Ратуша. Я думаю, Перси использует этот сарай для хранения своих садовых инструментов. О, может, здесь что-нибудь полезное есть. Я должна войти в сарай, если хочу его обыскать. Так, внешняя полка. Запах. Тут пахнет деревнями. Выглядит, как шерсть. Зачем, кажется, нужно шерсть в сарае? О, мой бог, оно живое. Барашек. Живой барашек в сарае. Банка. Сапах. О, это уже. Зачем кому-то нужно хранить такое? А что это? Я не засуну туда руку. Фекалии. Как странно, пахнет застаревшим. Потом. Потом. Что может пахнуть, как запах пота? Конечно, спящее тело. Еще и спящее тело там какое-то. Жесть. Че-то гониты там в этом сарае. Так, что еще? Коробка с молотком и долотом. Махнет чем-то металлическим. Похож на металлические инструменты. Это молоток и долото. Именно то, что мне нужно. Есть. Пощупали там мужика какого-то, барашка. Чуть ли не засунули руку в фекалии, я так предполагаю. Так. Наяривает. Цемент слишком твердый, я не могу ничего с ним поделать. В смысле? И че? Окей. Че-нибудь еще расскажешь, нет? Здравствуйте, Перси. Здравствуйте, мэр. Ладно, давайте идем, может посмотрим, может там что-то изменилось. Не знаю. Это же все-таки квест. Все возможно. Санчо is a very helpful. It must make up. Hello, hello, Morgane. Я не могу просто взять драгоценность. Я должна поговорить с Санчо. Здоровья, прекрасный выбор украшений. Ну, я пытаюсь поговорить с Санчо, а что-то ничего не выходит. Hello, Morgane. Может, и дубло надать? Нет. Ну и черт с тобой. О, сеньор Бриско? Я надеюсь, что он не заблудился. Он плохо ориентируется. Ну, хотя бы его деньги. Да, деньги решает неизвестный персонаж. Он выглядит так, словно проходил в одной одежде всю жизнь. Возможно, он хорошо знаком с Карло. Привет, я Моргана Кастильо. Меня зовут Васко. Вы дочь капитана Александра? Да, это я. Тогда для меня большая честь встретить вас, сеньорита. Ваш отец, великий человек. Как я могу помочь? Так, Таско Бриско. Таско Бриско. Бриско Таско. Ты похож на человека, которого я видел на острове Изобилия. Его звали Таско. О, это мой брат. Я много лет его не видел. Как он? Он в порядке. Сообщил мне кое-что важное. Если увидишь его снова, передай ему от меня привет. Ты не видел человека по имени Бриско? Торговец. Если это человек, который здесь только что был, то я понимаю, кого ты имеешь в виду. Куда он пошел? Он ушел вместе с Хилари Симкинсом и новобранцем, но я не знаю куда. Ах ты, Хилари. Тебе стоило его предупредить, вероятно, он в опасности. Полагаю, все в порядке, дядюшка Эдуарда был с ними. Оба она, еще и дядюшка Эдуарда. Он здесь? На острове? Я должна его найти. И Бриско, конечно, тоже. Хилари уже нанимал людей в этом месте. А, вопрос. Ну, тут был этот молодой человек, который недавно здесь появился. Он не с острова, иначе бы я его знал. Он из-за работы. Сначала мне стало его жалко, он был похож на отличного парня. Когда я понял, что он присоединился к Симкинсу, то вспомнил поговорку «Мне, что бывает обманчиво». Ты помнишь его имя, или откуда он? Он не сказал, откуда он, но его звали Бобби. Оба она, и Бобби. Короче, все в куче здесь. Все в куче. Ну что, друзья. Сохраняемся, и на этом я, наверное, буду заканчивать серию. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Оставляем свои комментарии, отзывы. И я со всеми прощаюсь. До новых встреч. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова